всем привет друзья сегодня немножко крючками поработаем и попробую объяснить как ими пользуются почему после резака сразу крючок ну потому что как показывает практика при первой же возможности все за крючок хватаются поэтому ну надо его показать все-таки это такой инструмент который уже широко известен и нужно тоже сразу же на него перейти а потом уже по ходу на остальные резцы для наружной обработки так ну во первых на что следует обратить пристальное внимание и с чего нужно начать во первых не должно быть вообще никаких биений у подшипников вообще никаких иначе но не будет резания он будет подкидывать подкусывать и будет бить по рукам желательно конечно круглый подручник чтобы был удобный хват до чтобы мы обхватывали резец и контролировали его резец должен быть выполнен правильно если вы планируете работать как сергей made in russia или как токарь-нодомник потом когда только научно научитесь естественно от себя вот так он должен быть загнут вопросительным знаком чтобы кончик вот в процессе вот такой вот выборки чтобы не подхватывал понимаете но начинать следует естественно вот вы только только начали просто гонять торцевой срез это лев корнеев кстати показывал но тут такой момент задняя плоскость она может быть немножко завалена слегка то есть режущая кромка для того чтобы вас не кусало работать с реверсом ну можно в принципе но лучше учиться без реверса сразу выкручивание или сразу работу вы не осилите потому что будут присутствовать разные движения рук это как бы двумя руками попробовать делать разные движения и мозг не успевает изначально понять поэтому вам для начала нужно просто научиться контролировать резец и направлять его от центра просто вниз почувствовать заднюю стенку вот это вот то есть или тыльную сторону резца так скажем это самое важное вы ее не видите и вам нужно ее почувствовать вот эта операция она она немножко позволит и увидеть и почувствовать здесь мы просто идем вниз и упираемся немножко в нее же то есть в торец в заготовку и будем двигаться вниз еще немаловажный момент это как вы держите резец как он прилегает к вашему туловищу опирайтесь вы на локоть или просто свободно двигайте вниз это тоже важно сейчас все будет видно для начала мы просто берем ниточку обороты используйте небольшие поначалу не надо большие обороты использовать ваш мозг должен успевать понять что происходит вообще и просто вы катаете ниточку берете буквально совсем чуть-чуть и ведете строго от центра строго вниз и результат у вас должен быть таким вы должны научиться сначала делать торцевой срез с него все и начинается это самое ответственное место в детали в заготовке именно торцевой срез который проблематично зашлифовать при некачественной обработке резцы желательно использовать для чистого реза из быстрорежущей стали также вы можете принципе использовать и простую углеродистую сталь которая вот немножко даже посинела закалку не потеряла в работе просто нужно затачивать почаще гарантированный результат много раз это повторяю почему повторяюсь как говорится повторение мать учения желательно иметь два резца черновой и чистовой в данном случае я сейчас делаю чистовой проход для того чтобы вам показать как идет работа смотрите есть еще способ поднимать от центра к верху ну я думаю большинства из вас жесткости станка может не хватить и вы получите удар вот здесь очень сильно закусит поэтому давайте будем придерживаться классики будем брать от центра не надо вот так вот выше брать ниже отсюда да не надо вилять почему движение всегда вот вы заметили токарь бьет рисун по подручник вот так вот делает зачем казалось бы это циркачество на самом деле он убеждается то есть гарантированно поставил обхватил и движение рычага от центра можно слегка вот так выкручивая все делается очень аккуратно представьте себе что вы режете не дерево просто допустим картофель сейчас мы не крутим резец ничего мы просто наша рука как шарнир мы двигаем резец вниз даже на принципе туловищем вот вверх вниз вот поднимаем упираем его на себя можно прям под мышкой на зажимать и гоняем ниточку в принципе как лев корнеев это показано это самые первые шаги пренебрегать ими не нужно кстати потому что когда хочется все и сразу но сейчас я покажу что дальше делать и вот так вот мы гоняем стружку от центра просто вниз и самое главное иметь торцевой срез именно таким образом вы можете обрабатывать эту заготовку и делать просто полу сферу то есть такое полу сферичная выборка подбирать рисунок изделия так чтобы она выглядела красиво но конфигурация внутренней полости была изначально максимально простой именно таким способом просто мы сейчас вниз шли но если нам сделать это движение от центра и опять от центра как бы заканчивать обработку здесь у нас будет линзовидность и мы постепенно 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 выберем заготовку и будет вот такая вот полусфера сейчас я покажу дальше как работать вот если вы научились многие так и начинают работать и так и продолжает в принципе работать вот немножко уже выкручивая резец да вот и получается у нас да то есть когда уже осваивается вниз просто мы освоили начинает наш мозг понимать уже чувствовать вот эту тыльную сторону и мы потихонечку выкручиваем и просто как ложка резом выбираем полость и вот таким образом вот как сейчас показано так в основном и выбирается заготовки первоначально многие так и делают на этом и останавливаются делают просто по полу сферичность это первые шаги это гарантированный результат если работать именно так вот выкручивая вот таким образом она будет чистой потому что никаких перекрестий волокон поднутрения нет это довольно таки легко это безопасно чем вот когда уже вы научитесь опытно работать это очень безопасно просто вниз гоняете чувствуете резец когда уже его поняли вы можете с прокручиванием ваш мозг начнет давать команды четко и вы сможете контролировать эту руку движение вниз и одновременно еще и выкручивание и выкручивая резец вы даете чистую поверхность можно было бы просто вниз идти вот так но выкручивая вы даете чистоту поверхности и ваш мозг должен контролировать крепкое сжатие где-то более ослабленное прокручивание чувствование вот этой вот тыльной стороны все это тяжело освоить но надо начинать вот именно так и так я предварительно высверлил отверстие для того чтобы облегчить работу понимаете что хотелось бы сказать если выбирать полость без высверливания нужен более серьезный навык а тем более если работать по-семеновски то нужно понимать смысл врезание и контролировать вовремя резец чтобы он не закрутился излишне и выкручивать для того чтобы как ни странно облегчить себе работу для понимания нужно делать именно с высверливанием но не надо гонять вот так же стружку вниз и боятся ее а нужно включить меньше обороты можно даже вот черновой крючок взять который легче переделать не из быстрореза и обрабатывать свои сверливанием нету если перки можете аккуратненько если четко центр найти высверливать пером вот смотрите всем нам хочется сразу начинать работать вот так когда мы смотрим на резец мы смотрим вот сюда эту сторону интуитивно чувствовать но это только когда есть опыт понимаете желательно нам когда мы только учимся работать контролировать и эту сторону и внутреннюю как это сделать очень просто вы можете не сразу вот так вот начинать работать а как я уже и говорил немножко вот таким образом на час с 12 на час вы тем самым видите вот эту сторону и когда у вас небольшие обороты продольные точения продольные вот смотрите мы немножко за затупим кромки чтобы не было идеально агрессивная поверхность и мы начинаем касаться вот этой задней стенкой вот ветер я касаюсь я коснулся разворачиваю и мне видно что здесь происходит в принципе что там но это более вот это ответственная поверхность и и нужно больше всего контролировать и поэтому вот что начинает происходить взял то есть не боимся ложим прям вот я давлю прям вот вот я врезаю свете почему я это дело потому что у меня завалены кромки поэтому я воду и немножко разворачиваю и не надо сильно заворачивать и делать так что он значит у нас на весу вы используете эту заднюю стенку для того чтобы виде опоры это у вас и опора и ограничения понимаете поэтому не боитесь ложите и только слегка разворачивать его понимать что происходит обрабатываете до той степени чтобы вот этот кончик не подходил к торцу здесь вы вот на этой ступени вот здесь вот вы не справитесь поэтому вы просто обрабатываете операционно делайте коническую обработку сильно крутить ничего не надо вам главное видеть заднюю стенку вот именно так и мы и учимся по-семеновски работать все на этом достаточно то есть на этом вы обработку на от себя заканчиваете и для вас этого будет на первом этапе достаточно далее что мы делаем далее мы переходим на обработку вот таким образом от центра и мы немножко вот смотрите мы начинаем двигаться вот таким образом просто нужно держать крепче и жестко при прижать резец к туловищу и далее менять позицию обрабатывать вот так здесь будет подкидывать чтобы этого не происходило четко прижимаем к себе и далее обрабатываем вот так и теперь самый главный ответственный момент можете в принципе если резец потихоньку освоили пройтись чистовым резцом если нужна вот такая полу линза как показал в начале самом начале ролика как только начался что мы делаем берем чистовой резец и делаем вот таким образом проход здесь держим очень крепко очень крепко можно даже развернуть в принципе здесь таким образом вот в начале ролика я показывал качественное понимание торцевого среза нужно для того чтобы пройти его к продольным волокнам здесь уже если вы осваиваете заднюю стенку эту вот на час вот таким образом сюда можно от начала до конца пройтись вот так вот прям вот передвигаясь вместе с туловищем но здесь нужно крепко держать чтобы вот в этом месте не подкинул вот такой обработки с вас уже достаточно в принципе чтобы было чисто вот вы видите да но нам же надо идти дальше мы хотим все и сразу и я вам покажу как сделать прямое дно вот мы просто идем вниз вот так вот скоблим фактически при переходе на продольные волокна скоблим у нас получается так не очень чисто но есть чистовой резец и мы проходим от центра вниз вот уголочка крепко очень держим в руках чтобы в любой момент не запустило и вот этот вот угол там вот сам угол мы подскабливаем а здесь уже здесь уже чтобы вот этим кончиком там в углу не зарезаться мы отступили где-то сантиметр сюда и отсюда мы уже обрабатываем вот таким вот образом и вы выглаживаете вы всегда заднюю стенку у вас режущие кромки завалены и вы их используете для того для опоры опираетесь вот вы опираетесь на час когда вы кладете если вы вот так вот будете обрабатывать вы там не видите что происходит а вы вот я сейчас стою мне сверху хорошо видно и получается так более менее чисто и прямое дно чтобы сделать поднутреннее нужно проходить от центра и с горлышко начинать но у вас подорвет наверняка потому что опять таки повторюсь мы когда начинаем врезаться мы не просто взяли и начали работать нет ничего подобного мы кладем упираемся сюда ее используем как упор вот потом только вот я положил вот вот я положил и потом только разворачивая аккуратно заходим вовнутрь по неопытности у вас сразу это получаться не будет потому что вы наверняка вот здесь будет сильный зарез можете попробовать но это уже нужно делать под внутреннее только тогда когда у вас появился опыт уверенный работы простой полусферы или просто конической или просто прямой хотя бы есть способ такой который без входа снаружи а когда мы обрабатываем и назад туда же возвращаемся то есть вот таким образом под внутреннее делаться нужно очень сильная жесткость вот отсюда с центра но нужно жесткость станка то есть мы доходим сюда и обратно же так же возвращаемся но вас будет дергать жесткость станка нужно то есть это уже нужно освоить вот тыльную сторону и проходить от центра вниз а в обратном направлении уже отсюда то есть мы можем этот резец жестко держим все это не просто так происходит если мы понимаем что поднутри не сильно глубоко и мы можем схватиться за эту сторону мы поднимаем отсюда чуть-чуть сюда здесь уже нужно интуитивно чувствует потому что стружка скапливается в этом кармане здесь уже должно быть такое чутье не и вот этим вот так вот как бы скоблим переход волокон ликвидируем и получается у нас поднутрение там но это уже опять таки происходит тогда когда у вас появляется именно опыт качественный опыт работы на простых поверхностях заднюю стенку всегда используем вот так вот просто взять и начать туда заходить у вас гарантированно ударит долбанет секрет очень прост научиться использовать резец не только в качестве реза но и в качестве опоры мы начинаем работать нежно всегда это когда у вас опыт появится вы сможете драть вот под таким углом на мощном станке у вас угол атаки настолько сильный вот смотрите да вот по неопытности у вас вот это дело вот так вот закусит вырвет поэтому когда вы только учитесь вы опираетесь вот вот понимаете на эту стенку и немножко разворачивая только потом пока плюшечки выбирать вот и все вот такие вот у нас дела а потом сможете качественно обрабатывать уже в любых плоскостях без опасения сможете потом обрабатывать вот такой вот сегодня но это не урок это я просто мысли вслух озвучиваю когда вы поймете смысл работы резца вы обратите внимание что токарь надомник или сергей да вообще многие мастера работают то есть отличается их работа видно они немножко похожи но отличается потому что смысл один а характер уже разный поэтому когда научитесь владеть всеми стенками резца научитесь опираться контролировать делать одновременно движение это сложно для мозга чтобы правая рука подмышкой зажимала при этом контролировала кручение при этом контролировала левая рука силу зажима или наоборот некоторых местах при спускании при этом нужно чувствовать вот эту заднюю стенку как будто это продолжение вашей руки и поэтому все начинается именно с центра просто вниз потом мы чувствует начинаем резец делаем это все гораздо смелее потом нам этого становится мало мы делаем отверстие с отверстия на продольные волокна тоже опираясь на стенку начинаем выбирать вот и тем самым опыт появляется появляется понимание как волокна взаимодействует как они переходят с торца на продольную элементы скобления есть вот 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 понимаете вот смотрите это вот таким образом происходит скобление то есть резец работает и так и так и так то есть не обязательно что вот он прям должен резать вот такую сложную операцию прямое дно отсюда мы идем и не зачем вниз вот он режет торец вот про подходит сюда и он одновременно получается режет вот этот угол смыкания опираясь вот этой задней частью торцу происходит резание тут и одновременно вот вот этим вот кончиком да он вот так вот режет и поверхность все равно будет чистая хотя идет как бы скобление так что вот так объясню как смог вопрос обязательно задавайте будем работать дальше всем пока а ну а